Если ты что-то из этого не делаешь, тебя это ослабляет психологически. Да, я волнуюсь, да, я переживаю, и это отпускает. Читайте литературу, учитесь читать книги. Ты вспоминаешь, когда ты отдавал бои соперника просто из-за того, что ты перегорал. И это, верите вы в это или нет, абсолютно четко помогает боксу. Он уже ищет волшебный пинок, он у меня спрашивает, а что же делать? А как мне вот так делать? А подготовка была голимая. И вот тогда они начинают перед боем уже нервничать. По ним это сразу все было видно. Чего вы прячете? Переговоры такие, которые... Как вы сейчас реально нежданчиком просто. Сейчас честно все, сейчас совсем нежданчиком. Да, всегда постановлюсь на... Коллагенчик за ваше здоровье, друзья. Это для чего? Ногти, волосы, кожа. Приходится уже следить за здоровьем. Смотри, там ребята очень интересный вопрос задали в комментариях. И много кто лайкнул. Ну и в целом, я считаю, тоже интересная тематика. Это как настроиться перед боем, либо как настроить бойца, либо как бойцу самому настроиться, чтобы вот этот мандраж преодолеть и хладнокровно выходить на поединок. Там очень много разных факторов. Вот, Глеб, иди сюда, Глеб. Как ты настраиваешься перед боем, как преодолеть страх, мандраж? Есть какие-то особые методы, которые бы ты мог поделиться с людьми? А, смотри, во-первых, страх, переживание, ну, как я лично, да? Да, я знаю, что он есть, всегда он будет. Поэтому я сам себе признаюсь, что да, я волнуюсь, да, я переживаю. И это отпускает, и все, я выхожу. Потому что я уже сделал колоссальную работу на тренировке. И сейчас мне надо просто выйти ее показать. Поэтому, когда ты борешься со своим страхом, ты сам себя разрушаешь. Такой, нет, я не борюсь. А потом, знаешь, что... Это наша тема, как ты борешься со страхом и с волнением перед боями. Благодаря опыту вспоминаю, сколько я уже боев прошел, сколько позади боев уже. И вот этот момент успокаивает тем, что, в принципе, ты уже прошел разные моменты в боксе, разные ситуации. Ты вспоминаешь, когда ты отдавал бои соперникам просто из-за того, что ты перегорал. И вот на фоне этого ты понимаешь, что, в принципе, это дело, которое ты делаешь каждый день. И ты уже, ну, благодаря опыту, ты умеешь справляться и отключиться в такой определенный момент. Конечно, иногда это тяжело бывает. Особенно, там, перед дебютом, перед нашим, там, волнением. Потому что это что-то в новинку было. Ребята, у меня вообще на этот счет лег. У меня гораздо более, как сказать, масштабное, более глубокое вообще понимание этого всего. Я считаю, что это надо делать не в раздевалке перед боем. Ты это делаешь годами. Это надо делать все время. Это тоже тренировка. Но боксеры этого не делают. Вот многие боксеры. То есть, что нужно вообще делать в глобальном смысле? Нужны точки опоры, на которых ты можешь опираться, когда у тебя есть та или иная проблема, тот или иной мозговой штурм. Как вообще в идеале это делать? Надо уметь, допустим, читать книги, уметь находиться в книге. Боксер, который умеет читать книги, он может этим отвлекаться. Самое основное горение, когда происходит? В ночь перед боем боксер начинает гореть, именно вот уже плохо спит, потому что у него завтра бой, он об этом думает. А, например, взять книжку, например, и погрузиться в нее. То есть, боксер, который это сделает, не читая, в принципе, он не сможет этого сделать. Потому что, когда он будет читать, у него в голове все равно будет бой. Он даже не будет понимать, что он читает. Если бы он регулярно это делал, а это надо уметь делать регулярно, для того, чтобы когда нужно было, ты взял и погрузился в литературу. Это очень сильно отвлекает, да? И вот таких куча разных аффирмаций, медитаций. Я вот на своем семинаре об этом очень четко рассказывал для тренеров. Как отвлекаться от этого всего, как погружаться во что-то другое, чтобы тебя это сохраняло. Прямо сейчас, кстати, семинар, в принципе, доступен онлайн. Вот по ссылке внизу, он еще, его все еще можно приобрести. А то, что не было в семинаре, можешь поделиться этим? То, что не было в семинаре, я поделюсь, Лёг, к сожалению или к счастью, об этом уже на семинаре для боксеров. Здесь лишь могу сказать, что вот, ребят, читайте литературу, учитесь читать книги. Возьмите вот прям сейчас там или вечером сегодня книгу, если вы этого обычно не делаете, начните читать. Я вам 100 из 100 говорю, чтобы после прочтения уже первой страницы вы поймаете себя на мысли, что ваши мозги летают где-то там, а вы просто автоматически читаете. Поэтому в идеале надо читать главу и кому-то ее пересказывать, родственникам, женам, друзьям, детям, просто пересказывать эту главу. То есть это целая культура, это тоже надо уметь. И это, верите вы в это или нет, абсолютно четко помогает в боксе. Уметь читать, уметь медитировать правильно, уметь отключаться, это фантастика. Я сам это делаю, ребят, поверьте, это фантастическое искусство, которое супер помогает в настрое перед боями. Ты сейчас рассказал с точки зрения боксера, да, как победить переживание. А с точки зрения тренера, вот что тренер должен говорить своим ученикам, чтобы они легче это переносили? Главное говорить правду всегда. Не нужно говорить того, чего нету, только для того, чтобы его там успокоить, потому что когда он выйдет в ринг и это есть, он с этим столкнется. Я им говорю так, что самое сложное уже позади. И тут очень важна, вот этот важен очень тонкий момент. Мои боксеры, как правило, всю подготовку делают все от звонка до звонка. И если он все сделал так, как я ему сказал, не пропустил ни одной тренировки, нигде не заболел, да, то есть во время подготовки, не пропустил ни одного спарринга, не было травм, он все сделал четко. Как он может проиграть этот бой? Проигрывает всегда тот в конкурентном бою, кто сделал чуть меньше, у кого были проблемы в подготовке. Потому что любая проблема в подготовке это триггер в предстоящем бою. Если ты знаешь, что из полутора месяцев подготовок ты две недели, там неделю лежал с температурой, это триггер, это придет к тебе в раздевалке перед боем. Ты будешь об этом думать. Понимаешь, это очень важно. А когда ты знаешь, что ты от звонка до звонка все сделал, боксеры же они такие, они хитрожопые, они начинают бояться уже, когда они находятся в раздевалке. Он уже ищет волшебный пинок, он у меня спрашивает, а что же делать, а как мне вот так делать, потому что он знает, что он что-то недоделает. Боксеры очень хитрые. Они все во время подготовки, все хотят пожрать бургер, сходить там с телочкой куда-то на свидание, понимаешь, еще что-то. Но когда наступает бой, они начинают очковать и бояться. Ты не будешь очковать и бояться только в том случае, когда ты полностью знаешь, что ты полтора-два месяца херачил, посвятился подготовке, сделал все от звонка до звонка. Как можно проиграть эту бой? Я не верю. А что скажешь насчет контакта с девушками в период подготовки? Плохо. И тут дело даже не в том, что с научной точки зрения, что ты теряешь свое семя, свой тестостерон, свою злость, хотя это тоже немаловажный фактор. Профессиональный спорт – это психология. Играет психологический фактор. Значит, ты знаешь, что это неправильно и идешь намеренно это делаешь. Знает тренер, не знает, да, ты знаешь, что бургер жрать нельзя, нужно всю подготовку держать питание, диету. Не во время того, как ты вес гоняешь, а всю подготовку нужно придерживаться диеты. Ты это знаешь. Ты знаешь, что нельзя женщин, ты знаешь, что нужен режим. Если ты что-то из этого не делаешь, тебя это ослабляет психологически. Это значит, что у тебя есть демоны, с которыми ты не можешь справиться. Если ты не можешь справиться со своими внутренними демонами, как ты хочешь справиться с профессионалами в ринге, которые тебя просто хотят убить. Да, это просто вопрос времени до хорошего профессионала. Любой хороший профессионал, который качественно готовится, долбанет тебя сразу же, понимаешь? Поэтому очень важна подготовка. Вот я своими ребятам объясняю, что вот вы должны, вот если я вам сказал, сделайте пресс 100 раз, сделайте его 150 раз. Да, то есть ты должен ни в коем случае один раз нельзя не доделать. Если я сказал, что вот во время подготовки в зале у тебя не должно быть телефона, телефоны остаются в раздевалке. Ты сделал подход пресса, потом сидишь между подходом, сидишь в телефон, у тебя мысли уходят вон туда, да, телочку там, жопу какую-то увидел или еще что-то. Потом ты убираешь, потом начинаешь снова качать пресс, у тебя в голове то нет. Вот ты заходишь на полтора-два часа в зал, полтора-два часа у тебя должно быть в голове. Ты должен думать, вот ты качаешь пресс, мало того, что ты физически его качаешь, ты должен в голове представлять, как сокращаются твои мышцы и делают его сильнее, понимаешь? Но вот это все работа профессионально. Вон у меня боксер. Адан, Адан, иди сюда, пожалуйста. Приехал мой боксер, последний бой, Артавас, который проиграл последний бой. Не выиграл. Не выиграл, извини, пожалуйста. Не выиграл последний бой. И вот это как раз то, о чем я только что вам рассказывал. Подготовка, как ты оцениваешь свою подготовку перед последним боем? Очень плохо. Очень плохо. Он неделю из нее болел, 2-3 спарринга пропустил, что-то, что-то. Мы можем для моей аудитории легкие секретики рассказать, касаемо того, что ты делал в раздевалке? О чем, да? В общем, у меня был доктор, который меня вел, всю подготовку. И прописал мне целую таблицу всяких лекарств, ничего запрещенного, все, пару сада проходит. В общем, я доверился этому человеку. Мы сделали то, как он мне сказал. Вкололи в жопу что там? Я не знаю. Что-то там кололи в жопу. 5 часов голов, да, да. Потом выпили там какой-то там чуть-чуть БЦАшечку, может, назовем это так. Да, да, да. Вот, еще что-то. Для чего это было, ребят? Вот я вам только что говорю, боксеры очень хитрожопые люди. Они во время подготовки себя жалеют. А когда его петух в жопу клюнул перед боем, когда он уже понимает, что у него подготовочка была слабенькая, и сейчас он может запиздюлиться, блядь, они начинают докторов себе искать, которые там что-то дадут им волшебную пилюречку, в попочку что-то надо уколоть, понимаешь, для того, чтобы там все выйти классно, все отбоксировать. А подготовка была голимой. И вот тогда они начинают перед боем уже нервничать. По ним это сразу все было видно. Ну, у меня ситуация такая, что он изначально был, с самого начала. Я ему доверился, мы шли, как бы ничего против не имею. Да. Странно, что главный тренер об этом не знал. Самое важное, самое важное, слушай, тренера, во-первых, да. Не жалейте себя, ребят, тренируйтесь, оставляйте себя в зале полностью, на 100% выкладывайтесь. И не надейтесь там, что какая-то волшебная пилюречка поможет вам. А Данчик профессиональный боксер и человек с большим опытом в ринге. Вот, послушайте и возьмите на ус. Это вот то, что я вам сейчас объясняю. Очень важна подготовка, важны тренировки, с каким усердием вы это делаете, чтобы вам в раздевалке перед боем не приходилось даже думать, что там надо выпить, какой притрен, что там в себя уколоть, чтобы чувствовать себя лучше. Нет, это все херня. Когда ты сделал крутую качественную подготовку, тебя вообще не парит ничего, ты знаешь, что ты отработал. Ты перед собой чист, перед тренером чист, перед Всевышним, наверное, тоже чист. Вот вам тоже, пожалуйста, упражнение. Кто из вас сделает? Сядьте 10-15 минут, ничего не делайте. Просто сидите, смотрите в одну точку между своих бровей. Ничего не делайте. Попробуйте остановить свой мысленный поток. Хер вы это сделаете, ребят. Хер кто из вас это сделает. У всех будут мысли гонять, гулять. А вот это лучшая тренировка. Вы должны уметь это делать. Если вы сможете, 5-10 минут ни о чем не думать, это вообще фантастика. Сбавить уход от своих мыслей. А для этого нужно, еще раз повторяю, уметь читать книги. Первое. Сделать качественную подготовку. Ты должен быть уверен в своей подготовке. Это первое. Если ты не уверен в ней, это проблема. Второе. Читать литературу, читать книги. Для того, чтобы иметь самообладание. И третье. Это уметь разговаривать с собой и донести до своего мозга то, что бой, в который ты выходишь, это самое простое, что только может быть. Если у тебя была реально мощная, сложная подготовка. Если вставал в 5-6 утра, 20 раз в день тренировался. Это же муки, это же очень тяжело. Диету держал, да? И бой это самое простое только что может быть. И ты должен уметь сам с собой разговаривать. Но опять же, чтобы это сделать, ты должен уметь делать два предыдущих пункта, о которых я тебе говорил. Все взаимосвязано, ребят. Одно без звенья цепей должны быть объединены. Если одно звено соскочило, вся цепь разрушилась. Поэтому все вот это нужно соблюдать. Все остальное фундаментальное и важное я расскажу уже в своем грядущем семинаре для боксеров. Будет семинар для боксеров. Сейчас я начинаю, уже начал к нему готовиться. Вижу в комментариях обратную связь. Дату назовем чуть позже. Сделаем крутейший семинар для того, чтобы боксеры росли и больше не зависели от сторон B. Чтобы боксер всегда понимал, что он сторона A. И не превращались в сторону B, C, как у нас это принято. Да, чтобы боксеры становились умнее, мудрели, понимали свой путь, понимали точки опоры. Как нужно становиться, как нужно тренироваться, с кем нужно общаться, где искать менеджеров, спонсоров, промоутеров. Как понимать, надо или нет. Куча огромных вопросов, ответы на которые я уже для вас готовлю. Ребят, всем спасибо. На связи будем. Нужно чуть-чуть подписаться. Нужно чуть-чуть подписаться, ребят. Пацаны, если не подпишетесь, будет очень плохо. Я вот подписался, у меня все хорошо, да? Бабки есть, все есть. Вопросов нет. Только колокольчики, да, правильно? Колокольчики, лайки, там, репосты. Расскажите друзьям и пусть они тоже подпишутся. Осталось совсем чуть-чуть. Давайте последним. Сто-тысячному подписчику бесплатный удар в печень. Нормально? Нет. У них же армянская категория людей, которые ахперджан, саватанэ. На армянском. Скажи для всех армян, чтобы подписывались, ставили лайк и колокольчик. Ахпернер, нынгернер, корикнер, колокольчикнер. Лайкер, это нормально. На армянском. Колокольчик. Продолжение следует...